ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На трупе тут рядом, где этот демон огненный ходил. Говорят, что где-то я тут чуть-чуть не дошел, типа, до кольца на восстановление выносливости. Поэтому эту серию я и начну с посещения тех мест, в которые я по какой-либо уважительной причине не зашел в прошлых сериях, но локации уже пройдены. Вообще, я небольшой любитель этих исследований. Выяснять там, как открыть там какого-нибудь чувака, который лежит в тюрьме. Да, вот, мои души. Я пытался... Мне почему-то показалось, что надо вот в ту дырку в черепице спрыгнуть. Там, кстати, пятерка душ лежит. В дырку главный герой в том месте не проваливается. Она просто так намалевана, там, не знаю почему. А отсюда, если упасть, то главный герой, естественно, разбивается. Так, где мое обещанное, сука твою мать, кольцо? Так, здесь по-прежнему существует опасность, видимо, разбиться. И вообще, видимо, тут надо прыгать. Я не знаю, в этой части стоит раздеваться, уменьшит это какой-то урон от падения или нет. Мне почему-то кажется, что нет. Ну что, придется прыгать. Ну давай, на всех случаях, ладно, снимем вот это все. Северная эта одежда, она очень... Ну, дает броню, но она весит. Смотрите, она неоправданно много весит. Она не столько брони дает, сколько веса прибавляет. Просто капец. А вот в легкой, в легком тряпье разбойничка, да с колечком, которая... О, усиливает чудеса. Это борода, борода. Физатаку, которая повышает, но на самом деле она нихрена ее не повышает. Говорят, что надо либо раздеться, либо одеть что-то легкое. Смотрите, 159 атаки, да? Надеваем кольцо, получаем. 162 атаки, епты, плюс 3 дамага. Я за плюс 3 дамага, я не знаю, я на многое готов за плюс 3 дамага. Плюс 3 дамага, это же, мне же не насрать, что это целых плюс 3. Что-то кувырок какой-то либо медленный стал в этой игре, либо... А, вот он стал, он более дальний, если ты раздет. Хорошо, ладно. Так, примерились, нам надо долететь до доски. Да, четенько. А сейчас хера, как кто-нибудь тут как нападет. Да, ну походу, что латы в этой игре можно будет носить только на новой игре плюс-плюс-плюс, потому что очень-очень большие перевесы какие-то здесь. Поэтому надо носить тряпки дезертира и... О-о-о! Что-то из мира. Так-так, посмотрим. Ну, одеяние из мира, в нее, как правило, раньше были одеты одни телочки. Так что это, по сути, женское наверняка платье. Шлем не входит, да, потому что Луканьель из мира и ее брат, или кого он там искал, они носили маски. Хотя нет, у них была шляпа с пером. Штаны из мира. Слушайте, а штаны из мира, они, смотрите, как мало весят, а по броне они разбойнику, ну, на единичку, может быть. А, ну нет, от рубящих ударов у нее защита говно. Ну, общая физическая защита, главное, чуть-чуть проигрывает, а от рубящих и колющих ударов просто жесть. Хотя, казалось бы, штаны вообще просто, ну, тряпочка. Какая там разница, колющие и режущие удары, один хер ногу сломают и мясо разрубят. Штаны разбойника, кстати, весят офигеть как, намного больше, чем северные штаны. Хотя штаны разбойника это шаровары тряпичные, откуда у них вообще вес. При этом северные штаны побеждают разбойника по защите. Вот, да, супертяжелые сеты, как обычно, в этой игре не оправдывают себя, вообще никак. Перчатки из мира, смотрите, они хуже, хуже, но полегче. А если вот эти 2.5, ооо, кожаные наручи-то, смотрите. Не, ну, кожаные наручи-то тяжелые. Ладно, а что с броней? Смотрите, насколько она легче, и при этом она защиты дает. Ну, объективно, нет, от колющих и рубящих опять-таки говеная защита. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Я у мамы трансвестит, короче. Вот эта юбочка сзади прикрывает правое полужопие, а так эротично, блядь, вообще. Сыромота какая, надо менять, надо менять. Да, и шлем, конечно, у меня. Ну, этот очень тяжелый, от таких шлемов и голова нахер у героя отвалится. Так, мне вообще, мне вообще обещали, насколько я помню, колечко, а не говно всякое. А не очередного чувачка из мира, а вот оно и светится. Вот оно и светится в ящичке-то, да, кольцо зеленоцветом. Оно же кольцо колоранти, переименованное. Херек. И теперь у меня должна, по идее, очень быстро восстанавливаться выносливость. Да, оно прям стремительно. Кольцо колоранти, это одно из ключевых колец. Если бы здесь было какое-то другое кольцо, я бы сюда даже не пошел, наверное, его забирать. Чё, всё, да? Всё. Вообще, конечно, интересно, может быть, здесь обыскивать и обшаривать все уголки, но не в те разы, когда у тебя с собой много-много душ, и есть шанс, что ты просто сдохнешь, спрыгнув в какую-то дыру. Да и к тому же, локации здесь пока что, они очень-очень большие и очень-очень непонятные. То есть, потом, это поначалу, я заметил, что этот разработчик рисует такие локации, которые между собой переплетены, как-то интересно, что там какие-то проходы. Под конец игры локация становится просто коридорище. Коридор, коридорища. Сплошные. Где просто ты прошел коридором, 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 вернулся в самое начало, там, максимум, максимум, на что можешь рассчитывать. А если я сейчас к этому костру хочу спуститься, я что, неужели я умру? Быть такого не может, я даже до воды не долетел. Клетки, спасайте меня. Нет, нормально. Нормально, я проскользил по воздуху и приземлился, упав с высоты просто, блядь, Empire Steel Building, а иной раз падаешь с одного этажа, и у тебя уже здоровье отнимают. Так нельзя рукожопа делать. Я понимаю, что в игре должны быть условности, но это просто порнография, то, что я сейчас увидел. Эти чувства припадают. Это просто, блядь, Assassin's Creed прыжок вверх, только он мимо, мимо тележки ебнулся и выжил. Молиться у алтаря? Боже, кому? Дать костяные оковы? Ну, давай дадим. Кстяные оковы отсутствуют в инвентаре. Тогда нахуй вы меня спрашиваете, дать их или нет, если у меня все равно их нет. Я не против вам отдать, отдать вам последнее, просто у меня нет ничего. Так, еще одно место, которое я не посетил, находится вот здесь где-то, где-то в этот жирный чувак, где ходит. Это вот здесь. Я хочу навалять этому челу с элебардой. Во-первых, с него что-то может выпасть, во-вторых, там наверху. Если я правильно помню, есть проходик один, который надо обследовать. Или я неправильно помню. Ну, в любом случае, если что. Если что, прям вырежу. Ну, вот эта загрузка, конечно, долгая. Вот этого загрузка вот... Бладборн ставил. Ставил. Хорошо, хорошо, значит, даже не знаю, биться ли. Ну, этих бомжей я сейчас, по идее, должен раскидывать, как и рыцарей. Говорят, что если ударить тёлку, которая представитель ковенанта синего пути, или как там, лазурных рыцарей, начнется бой с боссом. Но этот ковенант, он один из самых, по-моему, добрых, да? Члены ковенанта помогают в битвах с вторгнувшимися злыми, блядь, мудаками. Поэтому сраться с этим ковенантом я бы не хотел. Так, ну чё, давай рыцарь проверим. Блядь. Как интересно, блядь, биться с человеком, который есть щит. Это, блядь, ну просто без шансов. Как, как тут, блядь, нищим их убивать предлагали в начале игры. Удар ногой на геймпаде, блядь, делается крайне уебански. В этом, блядь, основная часть проблемы битвы с этими уёбками. То, что пинок, он просто, блядь, через жопу как-то срабатывает. Бил одного, ебанул другого, нормально. Пиздец, он ещё, блядь, для того, чтобы ударить ногой, собирается с мыслями стоит. Смотрите. Эх, блядь, какой долгий удар. Вот опять не сработал. Ёб твою мать, какая говёная хуйня. Удар ногой, блядь, вот пиздец, серьёзно. Всегда считал вот эти воебоны местных разработчиков с управлением в плане, блядь, прыжок и удар ногой. Просто полная хуйня. Просто, блядь, невыполнимо нахуй. Когда надо, этот удар тебя подведёт, блядь. Будьте уверены. Не, это просто пиздец. Делать мобов, которые закрываются щитами, и не делать кнопку, блядь, удара ногой нажатием... Ну, не делать удар ногой на нажатие одной кнопки, блядь. В высшей степени тупое говно, блядь. То есть, комбинация нажатий для того, чтобы пнуть, блядь. Пиздец. Пиздец, какое говно. Вот он, наконец-то, блядь. На-на. Бой с двумя какими-то уёбками в начале игры мне стоил пить аптечек. Ниже падать, блядь, некуда просто. Моим рукам, блядь, моему скиллу. Ну, это пиздец. Чё мне нравилось в первом Dark Souls, то, что там с щитами ходили максимум обычные бомжи. Чёрные рыцари, да, у них щит был, но ты их там встречаешь, чёрного рыцаря со щитом, блядь, два раза за игру, мне кажется. Не чаще. В пизду вас, короче. А здесь прям, блядь, целый отряд каких-то ебать-копать рыцарей, которые, нахуй, невероятно сильны даже для, даже для уже более-менее подкачанного персонажа. И они, блядь, вооружены щитами. Так, вот это. Вот этот гражданин, которому я хотел напиздрячить. Ну, ему бэкстабы, оказывается, можно делать по жирной жопе. Я не такого солдафона, блядь, нашли, ебать. Я не броню его размера в армии на рыбе. Чё это было? Он обоссал меня струями света. Но они меня не задамажили, да, он... Нет, с дубиной, конечно, обычно его хуй убьёшь. Слишком долго надо с ним драться. Вот, вот я говорю, что вот эти вот типы в красных, в красных обрывках, да, вот эти вот, они похожи на солдат Дранглика. То есть вот это похоже на броню, которую находишь во второй части игры. Но сет Дранглика, она, по-моему, даже так и называется. Вот я точно не помню, но, по-моему, это сет Дранглика. Возможно, что Дранглик просто захватил... Лотрики захватили Дрангликов. Ха-ха-ха, блядь. Просто новая серия Альфред и Минни-Буты, блядь. Как их там. Легкий арбалет. Так, вот где-то здесь есть подъём. А, вот она, вот она, эта комната. Всё, это последнее место, куда я хотел сходить. А, там я только что дрался, хорошо. Горящая стрела мне в задницу. Кто это тут охренел? Осторожно атаковать из засады. Вот это, что ли, засада. Так, ну что, стеклянные стены есть? Призрачные. Нет, просто тупик, да? Отлично. Тогда нахрена вообще этот балкон? Что-то не должно быть. Я не верю. Я не верю, что можно просто выйти на балкон, и здесь ничего не будет. Но, тем не менее, вон. Вон, из той двери сюда надо было как-то попадать, видимо, по-научному. Это, видимо, какая-то срезка там. А это что такое? Он почему-то светится. И не дерётся. Талисман охотника на нежить. Это то, что раньше назывались талисман Ллойда. Вот здесь как-то даже свет из-под стены идёт, смотрите. Свет из-под стены есть, но это не призрачная стена. Талисман охотника на нежить, я думаю, на непродолжительное время повышает атаку по нежите. Или что-нибудь такое. А, я понял, почему. Я понял, почему тут такая толпа народу со щитами ходит. Потому что у некоторого оружия есть удар, пробивающий щиты. Вот, например, у моего ледяного меча, который мне, к сожалению, сейчас некогда просто брать в руки. У него, если помните, есть удар под низом, пробивающий щит, поддевающий такой ударчик. Вот, тогда это многое объясняет. Если здесь и дальше будут всюду ходить мобы со щитами, тогда в этой игре будут по-чёрному рулить оружие, которое именно пробивает щиты одним нажатием. Осторожно, влево. И чё? Обычный бомж. Он даже если бы ударил, никто бы не умер. Палаш. Вот так вот. Слушайте, у меня уже арсенал больше, чем я за предыдущие две части Бладборна набивала. Игра только началась. Ну, палаш. 177 плюс 22. С от силы, между прочим. Это уже лучше, чем вот этот топор. 124, 117. Ну, чем мой топор точно лучше. Если заточить. Навык стойка. Обычная атака, чтобы пробивать блок снизу. Видите? Чтобы провести рубашку. Ну, блок, не знаю, щитом ли блок имеется в виду. Так, а как туда пройти? Вон там лут, я вижу. Смотрите, вот здесь. Хитро. Уже кто-то тут носится. Зеленоцвет, ёптвы. В тот случай, когда лучше бы я сюда вообще не ходил. Внизу тоже какой-то лут есть. Не знаю, надо ли вниз спускаться. Там дальше был проход какой-то? Какой-то был. Давайте посмотрим, куда. Ну, чтобы два раза, блядь, не ходить, я лучше один раз конкретно осмотрю. А, ну понятно. Угадайте, куда мы идем. Да. Сюда, собственно, и идем. Там собака, чел с алибардой. А это что? Главное по сундуку не попасть. Щит с серебряным орлом. 88 физдефа. Вес. Вес большой. Я кувырок не смогу делать с таким щитом. А, могу. Могу. Я же оделся. Я же снял свои латные штаны. Да, и теперь у меня оружие активируется. Вы не охуели, ребята, блядь? Заебанка, блядь, а? Собаки эти, сука, вообще бесят. Осколок эстуса. Нихера себе. Это я удачно зашел. Так, дай-ка я, блядь. Блядь, честно сказать, вот эта способность, которая называется клич, просто говно. Потому что, блядь, когда он начинает свое комбо, он просто получает пиздюлю, ну, комбо тут же прерывается. Вот этот прыжок у врага неплохой. Я тоже такой хотел бы на вооружении иметь. Очень дальняя атака. Внезапно. Видите, смелость. Ну, это спуск туда. Смелость, это, видимо, для того жирного, которого я уже убил. Интересно, он спаунится или нет. Не знаю. Осколок титанита. Очень хорошо. Так, что еще? Интересно, а просто заряженное оружие атаку повышает? Или оно только дает возможность пробивать эти комбо-удары свои? Не очень понимаю. Впереди ключ. Ключ от камеры. От какой? Интересно, в жопу камера. Я камеру только одну помню в начале. В самом, блядь, начале игры. Там, где спускаешься, и сидит чел в камере. Все. В остальных местах я уже здесь побывал. Окей. Пойдем в начало. Посмотрим, что там, блядь. Кто там в камере парится. Так, ну и что? Высокая стена лодрика. Я, кстати, точнул палаш. Потому что я теперь буду ходить с палашом, а не с топорами. Потому что силовая атака топоров говно. Во-вторых, палаш ненамного проигрывает по дамагу, но имеет скейл от силы Си. И, во-вторых, он очень быстро машет. Так, а здесь это где вообще? Не узнаю этих мест. Сейчас я по-быстренькому пробегу там-сям, где я еще точно не был. А попутно я пробегу, естественно, там, где я уже был. Куда без этого? А, по-моему, вот, кстати, вот не сюда. Кстати, вот здесь вот где-то этот. Тюремный. Постояли с местной камерой тюремной. Вот так вот очень быстро и легко теперь убиваются начальные мобы. Дуло, залепи, конь. Главное не забыть, что у меня щит теперь больше не парирует, но я парированием никогда и не пользовался. Парирование щитом в игре в Dark Souls это прекрасный шанс получить пиздюлей, по-моему, на халяву. Вообще ничего не дает. То есть очень сложно запарировать. Зато забык ставить можно в легкую. Так, здесь мне не выйти, да? Да, вот здесь где-то и сидит этот чувак внизу. Это точно. А, не, не здесь. Ни хера себе, а где тогда? Где-то такие же камеры были. Так, давайте тогда здесь пройдемся. А что если я побегу туда, к дракону? Когда он перестанет... Когда он разрядит свой огнемет. Сейчас огнемет уйдет на КД. Я помню, что это как Виверна во второй части, что наверняка что-то... Блядь. А огонь-то горит. Дракон, кстати, присносущий, по-моему. Похож на присносущего. Слушай, только шея не такая волосатая. В основном, конечно же, судя по всему, это он. Так, там... А, вон что я видел. За дверь. То есть, вот я там был. Выглядывал только что, говорю, а, туда не пройти. Так, а как дракону пизды навалять? С ним бой-то начать можно, интересно? Что если я в него из лука ебану? Что он сделает? А, лук так и не задрать так высоко. Пусть идёт эта дракоша. Так, тут ещё одна дверка. Хариточка. Wonderful. Здесь что? Судя по тому, что здесь пятно крови, походу, это мимик, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Смотрите, как... Как забавно сучит ножками этот пассажир. Вот так в онлайне и палятся мимики. О-оу. Даже распознанного мимика ты пойди ещё убей сначала. Он что, вниз вообще не падать не будет, что ли? Я умею только сверху падать, отстань от меня. Может, на него можно скинуть. О, боже. Как мне сейчас не засчитали дамаг? Блядь, его в таргет не взять. Я в падении об него ударился и отлетел, блядь. Пизда-то. Ну, слышь, чемодан, блядь, охуевший. Пуф! Более унизительно убить меня было просто невозможно. Он дал мне, блядь, подсраненькое. Да. Забавная физика в этой игре. Просто упал сверху, блядь, на этот чемодан, отпружинил от него и заебись. Так оно и должно быть. Без всякого, блядь, удара. Хорошо, а в другой стороне что у нас? В другой стороне, значит, зэк сидит точно. Блядь, эти собаки такие бодрые вообще, а. Не знаю, кто там стреляет, мне пофигу. Значок Ковенант у меня какой-то бледноватый, мне кажется. Особенно, когда ваш символ солнца, он должен быть поярче. По какому принципу они превращаются, интересно? Вот этот собирался явно. Слава богу, не смог. Тут завалено. Тут заколочено, замуровано. О, вот это не стеклянная листена? Очень похоже на то. Но нет. Если только она здесь не двумя ударами теперь открывается. Подождите, может здесь помолиться можно? Это похоже на какой-то обычный алтарь, нет? Нет. Тогда где же, блядь, чувак в камере сидел? Нихуя не запомнил эту локацию. Она такая мудная вся, а. Мудовая реально. Так, там срезка какая-то вниз. Но явно не к зэку, потому что там закрыто было всю жизнь. Надо еще с мимиком с этим разобраться. Нельзя оставлять его оскорбление без ответа. Ганвы наед в натуре, блядь, мимика, сука, боссаный. Он еще слишком силен для меня, мне кажется. Можно было его с бомбами, можно было бы его сверху запидать. Если бы, блядь, он в таргет брался нормально. Но он в таргет захватывается нечеловечески у бога. Сидел, сидел, этот бомж за голову держался. Потом решил, дай-ка я стану все-таки, подерусь с ним, да? Ох, я отбился сейчас, наверное. Давай, гасни, гасни, огонек. Здесь, да, походу. Чтобы он быстро откатил, откатил свою плевалку. Так, а если ему... Да, хорош-то. Стрелы, блядь, еще в кругу ячейки. Так, а где у него хвост? Я помню, что... О, попал на 26. Ну, этот дракон, понятно, можно его из лука просто затрахать здесь. Старая добрая хуйня. Блядь, ни секунды времени не даешь, чтобы я побежал. Я понял, надо его спровоцировать на низ сначала, нахуярить. Кизда, походу, я сгорю наху, честно. Нельзя просто завозить мне урон, надо, чтобы я обязательно останавливался. Так, а что, мимик исчез, что ли? А, вот, вон там. Ну, давай, ублюдок. Хрен эти лысого. Лысого-прилысого. Как попал, блядь, если я вниз упал, непонятно. Засчитали падение сверху, да. 200... Кое-как косонько-кривонько, но 200 дамага ему нанес. Грубая секира, нихера себе. Прям зачарованная. Зато закаленная, вернее, на грубость. То есть, ты бьёшь, а она, блядь, хамит, хамит твоим врагам. Ну, удар наносишь, она получит, пидорас. Ну, 103 физической атаки, блядь. Без скейлов. Это, конечно, блядь, вообще неинтересно. Я не знаю, кому она нахер нужна. Может, она при заточке станет чудесной пушкой, но сейчас это какое-то говнище. Хуже, чем, блядь, вообще мой топорик. Топорик обоссанного лесоруба. И хоть дерево можно срубить. А этим что? А-а-а-а! Я понял, куда я вышел. Вот, теперь я понял. Хочу убить этих бомжей и попытаться драконов хвост отпилить. Куда ж без тебя-то, Ланселот, блядь. Ну-ка, давай-ка попробуем. А у него такая же тактика. У него тоже есть этот удар. Он сейчас взял меч на изготовку. Наручи. Он взял меч на изготовку, но ударить не успел. Наручи. Лодрика, это, блядь, наверное, это 5 единиц веса, минуточку. В два раза тяжелее. А броня они в два раза больше почему-то не дают. Так, где хвост у этого говна? А как вообще с ним драться, если он не спускается? Может он улетит? Может он просто развернется и сюда, ебанет? Так вот, как надо было рыцаря сжигать. Подождать, пока рыцарь пройдет и агрить дракона на него. Это интересный способ. И таким образом можно в начале игры, имея немножко терпения, нафармить себе полный сет брони этого ушлепанца. Если вам она нужна, собственно говоря. Так, давайте теперь на минуточку в храм огня. После чего, собственно, дальше к прохождению в этот опасный лес или как он там называется. Тут пока больше делать, я так понимаю, нечего, да? Посетил, посетил все, что хотел. Все, что не хотел, тоже посетил. Надо побазарить с местными аборигенами. Может им что отдать можно? Пятьсот не хватает, да? Да, прощай, прощай. Продать предмет, говорите. Так. Предлагаю продать серп однозначно. Вот это говно, вот это говно продать. Сломанный меч вообще, блядь. Рапира. Естественно, говно. Цест. Ну и все, больше таких. А, ну дубина тоже. Редкостный кал, ну и топорик говненый. Да, даже дубина это на грубость. Смотри, 120 всего стоит, ёптить. Ну и цены у вас, мамаша. Что бы вас так в собесе грабили? Да, 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 да. Давай быстрее уже к делу. Сила. На единичку сильнее меч становится. Охуеть. Это скейл, это скейл Си, точно, вы уверены? Зато здоровье-то сколько можно прибавить. Но все, полоска, полоска визуально перестала резко удлиняться. Уже незаметно совсем, что я там прибавил. Так, еще здесь горбатый, говорят, уровень по пять раз в день повышает. Или сколько там, всего пять раз, не знаю. К пираманту, как и к торговке с чудесами, подходить вообще незачем. Вытянуть истинную силу. Физическая мощь. Да, давай физическую мощь. О, еще раз. Обалдеть. Давай стойкости добавим. Ты на вершине. Все, больше не дает, да? Ну и пошел ты в жопу. Теперь самое время его убить, потому что он стал теперь вот точно бесполезен. Еще говорят, что что-то карлику можно периодически отдавать, не знаю что. Леанхард безымянный палец Ебануться, вот это у тебя это Ты, наверное, как подъебка Игры Престолов Там был этот мизинец, а ты безымянный палец Нормальная красная ока, не треснущая Ключ от зала с подъемником Это где, чувак? Нападать и грабить То, что у меня, блядь, борода, фиолетовая татуировка на лице Не значит, что я упоротый Я знаю, что где, помню, один подъемник Но что там ключ нужен, я не помню Будьте, будьте, будьте Мои ноги здесь крепко планированы Потому что я был лорд И это... Я крепко стою на ногах, сказал сидячий безногий Прикольно Дать транспозиционную печь О, мне нравится, что это Мы видели лучше дня Но, я думаю, что это сейчас Будьте мне Транспозиция Это искусство Экстрактировать И транспозиционную печь Блядь, столько умных слов Ты, ты инженер, да, наверное Какой-то Инженер транспозиционных печей, блядь О Душа Ворта Из холодной долины Восстанавливает ОЗ При успешных атаках Ебать колотить Как они упростили это все Оно не ломается Если ты умираешь, интересно Колдовское кольцо Которым Понтификс Салливан Награждал своих рыцарей Восстанавливает очки здоровья Во время последовательных атак Рыцарь, заглянувших в черное око Тянет в смертельную битву Они превращаются в разъяленных зверей Охуять И при этом Дамага больше я не буду получать Да, потому что Ну Звучит как и перстание Берсерка какого-то Но Насчет штрафа Блядь, я так и не нашел Этого хуя Который в клетке сидит Блядь, где он был-то Блюдок этот Так, ну что ж Наконец-то идем Наконец-то пойдем Обследовать лес Самому не очень Хотелось лазить По этим начальным локациям Еще раз Поэтому Пусть этот пидарас В клетке, блядь В ней изгниет Мне похуй, где он там сидит Не надо мне писать В комментах, где он Я туда просто не пойду Что бы он там мне не давал Все неписи, блядь Я уверен В этой игре Бессмысленное говно Что это у него в руках Копье Бревно Заточенное под копье Бревно Блядь Ты тише так, блядь В очко-то у него Это даже для Саши Грей Много Натыкали мне вдвоем На половинку здоровья Ну что ж Вот и познакомились С обитателями этих локаций Я честно говоря Думал, что это будет лес Как тот, где жил Сиф Ну, из DLC-шки Где каменные доспехи Выпадали Ну, лесные гиганты И кусты-крестьяне Вот я вот этого ждал Кто-то новый Блядь Блядь Они умеют заебать Конечно Пошли они в пизду Не хочу измельчаться Сходу мне не понравились Эти мобы Если они, блядь Дрынами Которыми они сбивают Пиздец Толпа, блядь Толпа с поленьями Ну Че может быть, блядь Неинтереснее Да, и даже Бэкстап принимаю Шутит Что-то я не замечаю Что Удачная, блядь Какая-то там атака Восстанавливает Мне какие-то здоровья Блядь Я этого всего не вижу Как это, блядь Кольцо работает Вообще Нихуя Не понимаю Написано Что, блядь Здоровье восстанавливает Сколок титанита Наконец Дайте еще раз Посмотрим Что оно делает Восстанавливает При успешных атаках При успешных атаках Блядь Чем? Кого? Как? Восстанавливает УЗ Во время последовательных Атак Что такое последовательные Блядь Атаки по версии разработчика Ну, наверное, бэкстабы Я хуй знает Хотя я сейчас сделал Бэкстабы Чего-то не заметил Тоже, чтобы что-то Ну, опять их три Блядь Это такой блатборд По три моба Ставить в кучу Это такая, блядь Вообще Вот эта хуйня Ломает снаряжение Да, насколько я помню Так, вот бэкстаб Ничего Он мне не восстановил Естественно Это великая загадка Блядь Этой игры Как Тут даже как кольца Работает Хуй поймешь Может надо Какое-то комбо Ебаническое Пробить Боюсь Чего-то я К ним подходить Еще Осколок Титанита Обалденно Уже Уже можно Мой палашек Наточить На плюс три Щит с двумя драконами Блядь Эти обладатели Кала Кала Осинового Так дышат Как будто Блядь Годзилла Какая-то Проснулась Где-то Прям таким Басом Щит даже Смотреть не буду Потому что я знаю Что вот эти щиты Не очень тяжелые Ну и собака Конечно же Куда же Блядь Без этой мрази Каким-то чудом Мой герой Успевая щит Поставлять Вот я его Блядь Услышал А не увидел Очень злобно Злобные звуки Какие-то издает Угасающая душа Угасающая душа Это офигенно Так А по болоту Там можно ходить Или что Можно Там он лут Там Вон какая-то Хуйня стоит Краб Какой-то Огромный Который Меня пиздюлей Вломит Я уверен Одним ударом И маленький Крабик Опа На травяной щит Да это Крабы Вон Клеш Не видно Травяной щит Как я помню Тоже восстанавливает Да выносилась Навык Отразить Атаку Быстрее Восстанавливать Выносливость Да Вот так вот Без всякого Вон Колоранте Хуянте Сколько весит Полегче Весит Полегче Защиты дает Поменьше А кого волнует А кого волнует Эти параметры Когда речь заходит О травяном щите Не так ли Лежачих не бьют Девиз Dark Souls Три Непонятно Почему Удары Проходят Насквозь Не очень Это круто Так И там Вон Какой-то Проход Есть Идет Вот грибы Мне нравится Вообще Безобидное Говно Ходи Обижай Унижай Однако Кто-то Здесь сдох И на его месте Стояли Три гриба Что он тут делал Кувырки Репетировал Нет Походу Он краба Сюда Притащил Ну естественно Очередная Надпись Про призрачную Стену Казалась Пиздежом Да Какая Неожиданность Ну таких Стен Никогда И не было Призрачных Они обычно Гладкие Кирпичные А это Что такое А вот Кто его Убил Блять Я забыл Что у меня Щит Теперь Щит У меня Теперь На защиту Осколок Титанита С него Выпал Что ж Это лучшее Что он Что он Мог Дать Видимо Потому что Он был Блять Да ну Ты Охуел Вообще Блять Эй Дружище Тебе что Похуй Что я тут Уклоняюсь Блять Нет Просто Бешан Най На последних Каплях Жизни Я его Убил Блять Козла Козла Этого Блять Ну Не Ну С крабами Я наверное Не справлюсь Даже если У меня Хилки Будут Кого Я вижу Ебать Копать Черный Рыцарь Стоит Кого Я вижу Опять Ящерица Эта Христаллическая Ну Блять Нечего Мне сейчас Тут ловить Конечно Объективно Говоря Мне надо Валить Отсюда Я Ничего Тут Не Сделаю Без Аптечек А мне Кажется Что И с Аптечками Я сюда Рановато Иду Потому Что Черного Рыцаря Мне Скорее Сего Не Убить В Моем Трепье Мне Просто Дамага Не Хватит Поединок С Темным Рыцарем Это Его Передамажить Потому Что Ну Щит У меня Сто Процентов Не Блокируют У меня Даже Нет Наверное Такого Щита Который Блокирует Сотню Да Есть Вот Он Это Пиздец Сколько Он Весит Нормально Весит Слушай А Это Что Такое Удар Какой То Еще Волшебный А Удар Щитом Самая Беспонтовая Хуйня Мне Кажется Да Быстро Прошу Отказаться Травяного Щита Во Имя Того Чтобы Попробовать Сразиться С Черным Нет Вообще Еще Надо Походить Конечно Лут Пособирать Я думаю Что У Крабов Под Жопой Много Чего Интересного Может Лежать Хотя Явно Месте Разработчика Скорее 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 Ничего Интересного Туда Бы Не Клал Опа Душа Путешественника Обойти Этого Чувака Скорее Всего Не Дадут Да А Ему Плохо Было Нет У щита Не Стопроцентная Физика А у Этого Чувака Крест На спине Он ему Не дает Бэкстабы Делать Ну Я не скажу Что есть Какая-то Супер Разница Что С травяным Щитом Что Без Стравяного Щита Если У вас Уже Есть Кольцо Колоранти Вам Не Нужен Травяной Щит Если У вас Уже Есть Травяной Щит То Кольцо Колоранти Даст Вам Возможность Его Заменить Я бы Вот так И характеризовал Это Все Почему-то Таргет Сбился Силовые Удары Мечом Конечно Этим Говно Редкостное Вообще Не Нужно Так Тем более Я помню Что Черных Рыцарей Надо Убивать Когда У тебя Есть Уже Бонус Какой-то На Лут Без Бонуса На Лут Ты Ничего С них Не Выбежь Крабик Потанцуем Крабика Краб Увидел Увидел Смотрите Что Я Маленьких Бью Мальков Идет Идет Сюда Он Не идет Он Бежит Блять Боком Нахуй Страшно Блять Я ебал Черный Рыцарь С двуручником И то Не так Страшно Что Это Он Вырос Или Приблизился Я не Понял Прочитать Послание Сильный Враг Впереди Наверное Ах Старуха Нормально Его Обошел Поскольку Он Первый Видимо Его Можно С высоты Наемника Сет Наемника Он Тоже По-моему Изначальных Да 10 Веса В бронях Ну Броня Блин Ненамного Лучше Моей Так Чуть Чуть Совсем Челмаза Твон Тяжелая Ну Более Тяжелый Чем Разбойника Как я Понимаю Да Хуйня Вон Блять Стоит Сука В натуре Нагадается Конечно А то Блять Тупой Скажи Ну Давай Хули Делать Хули Мяу Его Пятна крови указывают на то, что уже несколько смельчаков пытались дать пиздюлей этой твари. Хуй угадали. Ебать. Пробил щит, что ли? Этот может, блять. На, нахуй. Грудь в грудь, богатырскую. Хоть бы черное что-то. Доспех, блять. Хоть бы что-то, кроме доспеха, оружие. Оружие нужно. Нахуй мне его доспех. Ну, давайте посмотрим. 8,6 весит. 13, блять. И при этом, ну, пиздец, на единичку. Ну, я, конечно, выгляжу в нем... Выгляжу в нем достойно, блять, королей. Но... Сколько весит щит? Хуй на сколько он весит? Охуенно. Понятно. До поры, до времени... 8,6. До поры, до времени придется оставить эту... Оставить эту чудесную наволочь. Кто-то тут прямо сейчас, по-моему, мне кажется, с ним бьется. Или здесь еще кто-то такой же. Там лежит какой-то лут, но это выглядит как полная замануха. Впереди принцесса. Уголь форона, блять. Понятно. Для кузнеца, короче. Чё это так... Брызжет. Почему-то из этой стены... Из этих стен почему-то брызги воды, блять, льются. А из этой уже нет, видите. Не знаю, чё это значит. Всё, больше ничего нету, да? Неплохо. А то и удачно зашло. Мне кажется, что здесь, как из этих белых рыцарей... Как их там... Ах, выглядит знакомым. Да, чёрный рыцарь торчит, выглядит знакомым, воистину. Сет, мне кажется, можно собрать чёрного рыцаря. Здесь с каждого чёрного рыцаря, видимо, стопроцентный дроп его брони. Так, ну что, крабик. Крабик уже кому-то здесь напиздрячил неслабо, судя по пятнам. И от крабика хуй убежишь, потому что он очень быстро носится, как вы могли заметить. Так что пробежать и собрать лут по-быстрому можно здесь и не мечтать. Да стреляй ты в него, нахуй. Очень пассивно пока что мама краб себя ведёт. Надо, наверное, малыша обидеть, чтобы мамка среагировала. Не знаю, что у краба со зрением. Может, ей просто похуй. Рыло у краба, конечно, вообще стрёмное. Что-то типа львиной морды как будто нарисовано плоской, видите? Вот я ему в рот прицелился. Вот теперь, видите, вон у нас две ноздри какие-то, блядь. Тихо, 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 тихо. Ну что, пробуем, пацаны, не пробуем, а? Конечно, блядь, пробуем. Эй, ублюдок. Тридцать пять бомбой, ножом, ещё восемь. Всё, фора есть, давай. А у него яйца. Мама краб, это папа. Отец всех игроков, блядь. Арнольд Вурхор. Охуеть. И где он? Где-то в воде по-любому. Ха. Может, он ушёл? Да, хуй он ушёл, это засада. Да, много интересного лута, конечно, наверняка в воде лежит. Блядь. Я уже забыл, что вы вообще тут есть, ребята. Придурки, блядь. Они, наверное, на краба и охотятся здесь своими дрынами. На хуй им ещё такие кори, я непонятно. Ладно, пизду. Пойду в костра, посижу и дальше. И дальше в сторону прохождения. Блядь, там ещё два уёбка. Ну, они с красными, блядь. Мудак, блядь. Пришлось его убить, потому что он не давал пройти. М-м-м-м, да. Драться с крабом можно. Не хватает немножко дамага. Пиздец, ну почему опять? Что? Я не считаю, что этот моб подошёл достаточно близко, чтобы мне мешать. Да ладно, дрын. Нет, осколок с них... А, всё, осколок стал лутом здесь. И падает постоянно. Ну что ж, окей. Так, кстати, интересно, я могу помахать этими двумя мечами-то? Хуй, да? Два меча это на ловкость. Ну, интересно было бы посмотреть, кто проходит с двумя мечами, как он ими машет, быстро или не быстро. Я так-то по классике, я травяной щит нашёл, и всё, уже его не отдам, скорее всего. Но я думаю, что... Два меча здесь обязательно должны иметь какое-то право на жизнь. Не знаю, что... У них наверняка есть свой... Наручи Фраама, названные в честь бога войны. Фраам, местный бог войны. Ничего си! Да. Так, чё, на левел-на левел-то несколько? Ой, блядь, как тут лагает. Залепи своё дуло. Дай мне левел. Так, силушку богатырскую. Пиздец, нахуй силу качать вообще ничего не даёт. Какая ловкость. Ладно, понятно. Прокачаю, лишь бы было. Так, чё бы ей продать? Топорик свой плюс два продам. Обычный топор продам. Барда говёную продам. Вот это говно надо продать. Коса... Эта коса вообще всего 30 стоит, пиздец. Ну и цены у вас, бабуся. Да, ещё могу точнуть свой. Нихреново дамаг разгоняет своего оружия, судя по всему. Уже дамаг больше, чем, блядь, в конце игры Бладборн. Она только началась почти. Так, ну что, надо дойти до босса, что ли? Может даже рашнуть? Ну, наверное, босс очень далеко. Чёрный рыцарь будет вместо босса этой серии, я думаю. Хотя он как-то тоже очень, очень просто убился. Вы попробуйте в начале игры в первой части Чёрного рыцаря убить. Он вам жопу быстро надерёт. А я не помню, в Дарк Соулсе 2 во второй части разве были? Чёрные рыцари. По-моему, не было. Нихуёво я так спустился, блядь. На половинку здоровья. Так, давайте попробуем вправо до упора. Если там нет прохода, значит надо идти реально через крабов. Прорубать себе дорогу. Но что-то рано больно таких огромных крабов заставлять убивать, мне кажется. Это надо было просто заточки вообще не тратить. Беречь их до последнего. Пиздец зажали. Я понял, что это за место такое. Туда заталкивает тебя вот этот персонаж и вот тебя травит. Ну, отравление почти ничего не наносит. Как и как, собственно, оно и не лечится этим зелёным говнецом. Отлично, блядь. Нежить тут такая прям, прям как зомби нарисована чётенько. Раньше полые были просто как бомжи. А здесь прям видно, что это зомби. Опа. Костер. И совсем недалеко, ну надо же. Да иди нахуй, ёпт твою мать. Человек костёр зажигает, змея не жалит. И здесь рядом есть крабик. Которого можно попытаться отжарить. Ну что, краб, давай всё-таки, блядь, сойдёмся в честный комитет и я. Я почему-то вспоминаю мультфильм «Корабль-призрак», блядь. Там крабы убойные были. Непонятно, почему он меня не перекусил пополам, просто не ланшотно. Видимо, Dark Souls уже не тот. Блядь, это моб обычный, пиздец. Что, блядь, за босса тогда будут. Босса могу, обычного краба не могу, блядь. Вот если бы у него ноги отрубались, вот это было бы охуенно. Но это будущее Dark Souls, я уверен. Если уже у босса есть уязвимые места, то скоро они у мобов будут. Ну, один удар ты ему сделай. Пиздец. Вот это битва. Не написали точную цифру, сколько за него дали. Но, по-моему, 800. Мелких ублюдков надо сразу убить, а то вырастут ещё. Томстят, блядь. Комок красного мха. Не знаю, что он делает. Это, наверное, доисторическая менструальная затычка какая-нибудь. Мхом. Блядь, представляю. Так, а здесь что? Нет, нет, нет. Пиздец. Кентач здесь. Пиздец. Чудом, блядь, попал. С матросским замахом главный герой пытался наносить удары. Естественно, блядь. Не попадал. Так. Осторожно, враг. Да ладно. Капитан, капитан, улыбнитесь, блядь. Сука, соси. Так, ну этот парирующий щит не очень интересный. В этом его минус. А чё так крови много? Понятно. Вот он, виновник кровопролития. О! Бабка какая-то старая, блядь. Они все спят, а Крикун, видимо, тревогу подымает, да? Или что? Чё происходит? Чё, жопа в шляпе. О! Да я тут очередь к терапевту нашёл, походу, блядь. Стопы старых бабок. Выпусить его, блядь. Нормально. Уладил. Я так понимаю, что вот это вход сюда был. Либо это путь дальше. Хуй поймёшь. У меня из-за этого краба весь маршрут сбился. Куда идти, чё идти. Но тут ничего в этом... В этих руинах вообще ничего не было. Натя, нахуй. Лутик в тупичке. Осколок эстуса. Вот так. Хе. Судя по всему, что здесь ещё и ману с собой надо в банке для эстуса носить. Осколков в игре должно быть немножко больше, чем обычно бывает. Блядь. Блядь. Уголь. Ну, с этими... Блядь. А я в тупике. Пиздата. Я хотел сказать, что с этими ребятами лучше сейчас не драться. И был прав. Нахуй этих ребят. Душа путешественника. It's a really best. Fuck you. Да. Ну, я чё-то не очень понимаю. А куда, собственно, надо идти, чтобы пройти? Краб-то возродился. Краб не возродился. Краб одноразовый был, походу. Одноразовый краб. Как он, ник? Теперь только маленькие крабики остались. Ну, с них ничего не падает, поэтому пусть живут, твари. Так. Всё, здесь я всё обошёл. Ничего нету, да, здесь? Наверх я ходил. Оу. Что-то делает? О, понятно. Черная жопа в шляпе. Тут какой-то секретный путь, что ли, куда-то. Очень на это похож, да? Какой-то клут. Кольцо жертв. Ну, блядь, хуйня. Это то кольцо, которое лопается, когда ты умираешь, как я понимаю. И не теряешь за это ты свои души. Душонки свои. Ну, а мне, я так понимаю, сюда. Всё-таки сюда. Чего-то там какого-то рыцаря тряпки, блядь, пизду. Не хочу ни с кем драться. Тем более с крабом. А как достать? Откуда-то сверху сюда можно ёбнуться. Там наверняка что-нибудь типа фляги с эстусом, наверное. Так, я собрал шлем падшего рыцаря. Падший, падший сет. Тяжёлый, тяжёлый, опять тяжёлый брони. Доспех падшего 9,2 пиздец. Но выглядит интересной кучей тряпок. Дайте потаскай немножко сет падшего рыцаря. Я думаю, что чем чаще я меняю шмотки, тем лучше смотрится игра. Нормальный сет падшего рыцаря. Блядь, тяжело, тяжело, конечно, тяжело. Давай штаны оставим какие-нибудь лёгкие. Из мира и вон. Другими штанами этот сет не испортишь. Херли тут. Мешковито. Опа, а ты кто такой? Давай, до свидания. Я, кажется, узнаю его. Это тот спутник той бабы, нет? Нет, там вон ещё один такой же хуй. Это эмуляция. Очень похоже на Bloodborne эмуляция PvP. Но, в принципе, оно и раньше было. Где бэкстабс у чара? Блядь, ну с двумя-то это вообще пиздец, порнух. Охуенно. Показывают они мастер-класс. Базара нет. Чтоб вас краб забрал. Твари. На, сука. Где там твой друг? Блядь, даже, даже с прыжка лежачего не ударить. Раньше хоть можно было. Пиздец. Они там лечатся. Как убить двух мобов, которые ещё и лечатся? Пиздец. Охуеть вообще. Неебический долгий размах перед броском. Дамаг-то чё-то у него какой-то кисловатый, честно говоря. Но движение зато резкое. Да, в пиздуте. Надо спамить. Надел почти тяжёлый сет брони спам. Огромная дубина. А с этого, наверное, огромный нож, да? Двуручный меч изгнанника. Понятно. Двуручный меч изгнанника. Нихуёвая атака. Ну, двуручная. А, блядь, у огромной дубины всё равно больше. Но у неё нету скейла от ловкости. А у этой хуйни есть. Но у неё зато от силы получше. Ну, всё примерно равно. Что такая дубина, что такая, блядь. Вес. А, требования. Требования разные. И вес. 167 физическая у большого мачете. Она уже лучше, чем вот эта говна. Хотя у неё, да? 95А. Нож мясника. У неё вообще скейл от ловкости. От силы А. Что говно, видимо. Судя по статам, говно. Всё, пиздец. Можно опять идти к костру. Но я думаю, что это не возрождающиеся мобы. Вряд ли они. Спаунятся. Ну, это вообще куда-то во тьму. Косточка возвращения. А-а-а. Понятно. Я думал, что срезка, честно говоря, откроется. Но нет. Просто здесь завалено и уже, и всё. А ты-то как сдох. Что ты делал здесь? А, съебал от них, наверное, сюда, да? А тут тупик. Досада. Досадная досада. Так. Там светло. Не понятно, зачем здесь фонарь висит, если внизу так светло. И ещё костёр. Но, чем отличается Dark Souls от Bloodborne, тем, что здесь костры стоят просто повсюду. Причём ты мимо них, скорее всего, не пройдёшь. Хоть у меня колющий удар. Это арена битвы с боссом. Вон, вон, висят какие-то яйца на деревьях. Возможно, это яйца босса. Ха-ха-ха-ха, блядь. Надо души потратить, левел поднять. Сходить. Данная локация, кстати, называется Цитадель Фарона. В второй части были Камни Фароса. Также есть ещё Сет Фраама. Как-то всё... Все названия, вариации на тему одних и тех же букв как будто. Нет, босса здесь нет. Здесь висят гроздья яиц каких-то гниющих. Сейчас главный герой почешет свою жопу. И, может быть, блядь, выстрелит из своего лука. Хуй. Ничего. Батюшка-царь, что же это такое? Ну, личинки из говна мы знаем. Что? Затушите три пламени и откройте дверь к волчьей крови. А как его, блядь, затушу-то? Пламя. Пассать только разве что. Так и то я столько не выпил. Ой-ой-ой, личиночки. Ну, эти личинки были в первом части. Из них падали. Причем неплохой лут. Тогда. Пидараска. Грязная свинья. Взорвись. Кучнее, ребят, кучнее. А что бомбы тратишь, что-то? Опа-на, она не взорваться ли собралась? Чё она так раздулась-то? Как будто и трубочку в жопу дети вставили. Потертая маска. Тугая маска, спасение моё. Ну-ка посмотрим как-то. О-о-о, ну это пиздец, Саб-Зиро просто. А что это у меня с лицом стало? А, я же себе татуировку сделал. Блядь, я крутой. Но броню-то никто не отменял. Верните. В этом шлеме я только круче. Хорошо, хорошо. Затушить костёр, да? Мне предлагается. Затушить и три пламени. Их тут не три. Пламени тут как бы до хрена. Ну, с пиявками драться неинтересно и не хочется. Отравление. Не. Ну, благо, что отравление тут говённое. Каменная парма. Что такое парма? Я знаю футбольный клуб парма. Щит. Щит как лавелина, смотрите. Физическая защита 94. А, 100. Круглый каменный щит, которым когда-то владел рыцарь, сам ставший камнем. Наук владения оружием. Сколько весит? 7. Для своего размера он обладает нехеровой защитой. А то, что он нехеровым весом обладает, вам что, пофигу? Походу яйца декоративные висят они. Они не падают на голову и вообще не знаю, что они здесь. Лучше бы тут крокодилы жили, чем личинки. А ты ещё кто такой? А ты, видимо, владелец щита, да? Директор щита. О-о-о, я понял, кто это. В первой части в старом Анарландо они жили. Их там была сраная гора. Ну, это берсерки, блядь. Это сет берсерка с него, наверное, лутается здесь. Нихуя он меня спать уложил. Пидорас. Ну, где бэкстап-то, блядь? Он заебал это делать. Ну, как с ним драться-то? Иди нахуй, это придурок, блядь, недоделанный. Выучи нахуй приёмы какие-то новые, уёбок. Блядь. Меня спасло то, что он косой. Уже он здесь обычный, ну, всего лишь. Да, треснувшая красная ока, именно оно с него и падало, насколько я помню. А помню обычно неплохо. Уголь знатока, капец. Что это было? Жертву какая-то кому-то преподнесли. Всё, последняя, последняя хилка. Не знаю, есть у меня что-то от отравления. Вообще какая-то мудовая локация, если честно. Вообще непонятная. Что это такое? Можно идти по огням. Может быть, путь помечен именно огнями. Эти что за черти, блядь. Вечера, ебать, копать на хуторе, близдиканьки, сука. Ну, хули ты, ёб твою мать. Всё, в дерьмо какое-то наступило, блядь, и не ходит. Двуручный меч, пиздец. Вот я и нашёл имбо-пушку. Да, блядь. Господи ты нахуй. Сейчас, блядь, глубина. Это же так круто. Так классно, когда персонаж еле ходит. Больше, больше таких мест. Комок пурпурного, блядь, мха. Ну, что, это тот самый двуручный меч. 159, я не помню, у того, сколько защиты. Это был великий двуручный меч, по-моему, да? Но очень похоже на этот. Возможно, что просто... Двуручный меч, это цвайхандер. А здесь именно это что за уебаный стоит. И он тут не один, смотрите. Вон ещё один ходит, такой же. Так, а вот сейчас я как сдохну, блядь. Я вот прям вообще не понимаю, ну, где здесь босс? Сколько ещё, блядь, до него идти? Дерьмо какое-то. Так, а у меня нечего тут сжечь? Отсутствие этого инвентаря. А, я же нашёл флягу, я укрепить могу, а не сжечь. Так, укрепить флягу со стихом. Всё, теперь у меня их 7 штук. Честно говоря, в этом болоте, я не знаю, надо ещё часа 3, наверное, бродить, только потом босс будет. Вот, в начале плотность боссов была хорошая, теперь она скисла, и времени у меня просто нет. Для того, чтобы до тут дойти. Так что, очередная, блядь, безбоссовая серия. А как я их, блядь, обожаю просто, до охуения. Короче, ладно, че-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всё такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok